Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Дмитрий. Мы с тобой продолжаем Skyrim. Skyrim. Requiem. Вот. Мы с тобой всю эту серию практически ползали в шахте. Мы продолжаем ползать. И у нас мы уже дошли до босса, ребят. Убить Аркендора. Мы с тобой дошли до убийства Аркендора. Справимся мы. Не справимся, ребят. Я не знаю. Вот. Что это, блядь? Это Аркендор? Это кто, блядь? Это кто? Вы кто? Я к вам не готов. Да. Что за... А, я жив. Ёпта. А, я жив, но я... Мерзусь, да. А, можно мне как отсюда? А теперь я мертв. Так. Своей говоря, неплохо там их размотали все равно. Можно попробовать еще драймору на себя, да? Как бы три вызова у нас есть. А, зачем я драймору-то перезвал? Подождите. Блядь. На, чтобы этот сдох, а потом новую драймору. Иди воюй. Мы будем здесь сидеть с тобой, как ссыкуны. Мы им, конечно, поможем. Он их там всех разбирает. Так, надо брать сразу косох. Вали. Бой близок, да. Тыща. Все, справились. Бой, блин. Никто не уйдет. Хорошую работу. Хорош. Красавчик. Дай тебя поцелуй. Красавчик мой. Просто красавец. Просто охрененный чувак. Камни вот вообще не жалко, ребят. Вот тот скажет, блин, камни столько тратишь, да, там. Ну вообще, ребят, не жалко. Правда, у меня есть куча камней, которых надо бы зарядить. Вот девять таких. Семь у нас, кстати, обычных осталось. Надо покупать, ребят. Охренеть. Охренеть. Да, у меня есть, у меня заряжать нечем. Осадный молоток. Щит можно забрать, дорого стоит как бы. Каратель. Большой. А брать-то из тебя нечего. Большой-то, а толк-то от тебя ноль. Не уходи слишком далеко вперед. Да, да, да. Гироскоп мы набрали с тобой. Наберем сейчас щитов. Хотя сюда может быть потом вернуться просто и... Собрать все, что не собрали, так сказать. Здесь нет никаких нычек. Каких-нибудь подводных сундуков. Но он их разобрал. Смотри-ка, сколько, да? Один, два, три штуки их потребовалось, конечно, но... Он смог их разобрать. Щиты заберем. Он смог их разобрать. Но он сильный. Ну, что вы хотите, да, ребят? Это дремор. Блин, без дремора, ребят, в одиночку. Если бы я сюда пошел. Ну, это, ребят, смерть. Это просто сразу смерть. Что-то я тут бы потанцевал, конечно, попробовал. Даже с бабенкой с нашей. Кстати, бабенка наша очень хорошо держится. Я опять же подмечу это. То есть она прям, ну... Выносливость у нее прям это нормально. Она и бьет неплохо. Раньше... Ага. Ага. Так, везде эксперты, ребят. Везде эксперты. Так, мы приближаемся с тобой. Не знаю, насколько этот хрен будет мощный. Что это было? Все нормально. Ртутную желу доберем. Там что-то ходит, блядь. По-моему, это что-то идет сюда. Что ты? Что ты? Охуеть. Так, мне нужен танк. Что-то затупил, да? Большой слишком. А-а-а... О, блядь. Да, затупил. Дримора у меня что-то плохо сработал, ребят. А-а-а... Шо-па, блядь, здесь? Большая тварь. Сотый уровень. Пар. Вся фигня. Кстати, а там... Этот работает? Там сзади него арбалет большой стоял. Интересно, этот арбалет работает или нет? Ну, с луком, кстати говоря, он неплохо разбирается. А, кстати, знаете, что можно поставить? Можно поставить... А у меня нет, что ли? Он его разобрал, охуенно. Че, не можешь достать? А-а-а... Туповатый. А мы-то не какие тупые. Да-да-да, электричество. А мы стоим, отстреливаем. Да-да-да. Не баг, ребят, а фича. Нахрен его сюда разработчики поставили, не знаю. Он же тупой, как валенок. Сколько за него, интересно, дадут? Ну, тысяч пять минимум. На него стокается очень хорошо. Две с половиной тысячи. Вот за эту падлу две с половиной тысячи. Вы че, с ума сошли? Великий камень душ. Две с половиной тысячи. Сердечник генератора Центуриона. Да. Вот там вот арбалет интересно работал. То есть можно ли было обижать? Что вся раса две миров однажды вернется в мир так же неожиданно, как в раку. Обязательно вернется. Так, заряжаем. Нет, подождите. Заряжаем камень. Обычными, три раза обычными, ребят. Заряжайте все. Две с половиной тысячи опыта. Сколько надо стать там опыта? Восемьдесят восемь тысяч, ребят. Осамьдесят восемь тысяч. Тыш, тыш, тыш. Да, он тупенький, он не смог сюда пройти, потому что здесь такое место. Туда он не прострелил. Вылазить, падла. Из-за этого арбалета можно было стрельнуть? О, блядь, напугали. Напугали, блин. Джессика, ты жива? Идем, ребят. Я, кстати, середу засек, но практически, да. Куда я иду? Где убить его надо, ребят? Кто знает, кто подскажет? Иди работай. Я сдох. Я сдох, ребят. На нахрен, 300 урона она забрала. Смотрите, а у нее и хп-то вообще не отъехало. Что-то дремора не справляется. Надо помочь. Что-то ему как-то тяжеловато иногда, я вижу. Против больших он как-то сражается хорошо, против маленьких что-то не очень. Вот, все, сохранились. Они вроде мелкие, за них 160 опыта дают, но они собаки кусачие. Где этот хрен? Господи. И охренее, когда мы дойдем. Эбонитовый боевой молот, ребят. Эбонитовый... Боевой молот, 150. Урона. 4 400. Ну, это для воинов, знаете, от наручников. Уручников. А я такой. Чуваки, давайте за мной. Да. И ты за мной. Вот. Через текстурки прошла. Протащили багом, ребят, через текстурки. И вот тут, наверное, сейчас куча всяких будет этих, да, охранять. Всяких падал. Сейчас сзади вылезет, да? Лазить. Кстати, Дреймора, заметь, он не ходит в приседе. Мы-то с ней ходим в приседе. И мы в скрытности. А он не ходит в скрытности. Он ходит так. То есть он... То есть скрытность на него не работает. То есть с этой... Вроде плохо, да? То есть не получится подойти к жертве тихо. Но при этом хорошо, потому что его первым замечают. И на него весь агр идет. Ну что, хрен моржевый? Что это было? У меня было сомнений. Все, отъехал нахуй. И у меня Дреймор отъехал. Все, он тут двоих магов вызвал. Он жесткий, на самом деле. Эти рулины и их механические обитатели. Все, что осталось от двеймеров. Да, боевой посох Аркендора, ребят. 138 урона. Изначально Кринова был вечным послушником Эдрического Принца, за что и получил награду за этот посох. Однако в один момент его совратила ли мысль о личной армии одержимых, за что маг и поплатился. Так, Капюшон увеличивает. Что он увеличивает? Магию на 50 позволяет фокусироваться даже при беге. Увеличивает здоровье на 50. Увеличение сопротивления магии увеличит показатель брони. Ключ от подъемника. Магия восстанавливается на 200% быстрее. То есть это классные, кстати говоря, доспехи, ребят. Они магические, но при этом с броней. То есть это не просто тряпки. Заклинание изменения, да? Увеличивает запас сил. Уязвимость к большинству парализующих эффектов. Станавливает запас сил. Скорость передвижения. Ну, довольно-таки неплохой сет. Давайте заберем. У нас есть зелька с тобой. На переносимый вес. Да. Пьем. Ну, дремора отработал на 100%, ребят. Дремора отработал на 100%. Прям есть пнеон, кстати говоря. Он хорошо очень его затанковал. Я тут еще луком немножко помог. То есть мы его прямо это... 88-й левел. А я сундук большой. А, подождите. Мастер. Здесь, ребят, тоже запоминаем, да? Вот здесь тоже у нас мастер. Мастер здесь в сундук. Мастер вот здесь в сундук. Я напоминаю, ребят. Это я бы сам себе еще напоминаю. Мастер вот здесь. И мастер вот здесь. Пещеры каменной ручей. Четыре мастерских сундука мы с тобой зафиксировали. Так, а вопрос. А где большущий сундук, в котором куча награды мне? Или что, здесь нету его? Как так? Что, реально нету сундука? То есть я замочил столько всего. Я прошел. Беседа, ты что? Или его отсюда убрали разработчики моду? Не понял. То ли я тупой, ребят. То ли лыжи не едут, как говорится. А, может он там наверху будет, когда мы выйдем? Ну, потому что обычно в каждом данже в конце там какой-то сундук. Особенно в таких. Тем более это квестовое такое задание. У нас будет короткий путь, сюда спуск. Не, ни хрена, ребят. Никакого вам сундука. Ну, я расстроен, чего? Очищено. Было жестко, ребят, скажу честно. Аж две серии у нас ушло, да? Ну, вот. Ну, опыта, конечно, мы наколупали с тобой. 96 тысяч, ребят. Ну, я думаю, знаете, давайте накопим до 150. Все-таки тысяч. Вот. До 150. Потому что 100 тысяч нам не хватит, чтобы вкачать... Чтобы вкачать до мастера этого, да? Ну, у меня есть еще уроки. Мы порядка, наверное, мы можем 5 уроков сейчас взять. 5. Но я думаю, пока ловкость рук будем получать еще где-то 5 уроков. То есть 10 уроков нам до 80 надо поднять. То есть ловкость рук нам надо по опыту. Вот с помощью этого опыта нам нужно поднять будет ловкость рук с 50 до 80, я думаю. Так, ну что, я сделал все. Как бы было жестко, если честно. Хорошо, смертный. Все приведено в порядок. Аркендор спустился в ямы. Он будет наказан за предательство. А тебя ждет награда за покорность. Ну что теперь? Иди и ищи свою судьбу. Я буду следить за тобой. И, возможно, мы встретимся снова. А мне не нравится быть игрушкой в руках, да, Эдра? Хорошо, прощай. А что будет с содержимыми? Кто-то остался в живых. Одержимые... Нет. Лишь сосуды моего благословения. Оно перейдет к другим через их касание. И через мое. Понятно. Другой смотритель займет место Аркендора, когда придет время. Ныне все очищено и приведено в порядок. Хорошо, прощай. Прими порядок и жестокую правду. Это да. Прощай. А что ты мне там дашь? Выполнено единственное лекарство. Он мне там дал какой-то навык, с помощью которого что-то я должен... Время приключений. Создает набор базовых зачарованных предметов в вашем инвентаре на 43200 секунд. Робу, диадему, спогиб и выпуск по угощению мамы. Что? 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 Что-то мне сказал, что это там что-то меня научит какой-то этот делать. Чему-то он меня там хотел научить. Что-то там варить, он меня хотел научить. Какие-то зелья. Чего-то я не понял. Он мне что, наебал? Или что? Или здесь такого нет, кстати. Какие-то одни навыки в другие, говорит, я тебя научу. Чё-то... Чё-то я, по-моему, наебалю, ребят. Да. Ну, в принципе, у неё неплохой этот, как его. А, кстати, на неё тоже это подействовало. Хм. Если ты так хочешь. 205. А если мы благословение Баэти возьмём, мне урон будет 240 с чем-то. Да, она тоже от этого зависит. То есть, то, что я Баэти убрал. Так, Давиди. Да. Чё, да. А, всё, я. Всё? Ну, типа... Типа, не знаю, ребят. Типа, как бы, да. Так и не понял, что мы можем делать теперь. 12 тысяч, кстати, стоит. А чё он из себя представляет? Ну-ка. Боего посох. Атака оружия наносит действительность урона маги... Магическим ядом и болезнью в течение 10 секунд. Дополнительно устанавливает 1 МП в секунду. Ну, такое, как бы, да. Так я так и не понял. Так, ну, тоже здесь мастерский сундук, я теперь понял. Найти ассасина из прошлого, это хорошо. А, мы найдём ассасина из прошлого. Так, переносимый вес, это сейчас надо сходить сложить, ребят. Ну, в принципе, неплохой, конечно, у неё благословение. Благословение Перид покрывает своё оружие болезнью, благословлённой. Болезнью разложения, которая снижает сопротивление к ним. Кроме того, Перид дарует ауру, которая у нас противника, урон болезнью и понижает сопротивление к ней. То есть, сопротивление меньше, да, к болезням становится, к ядам, видимо. Самый верный последователь получает возможность варить особые болезненные настойки, которые повышают одни характеристики за счёт других. Подожди, а может, надо что-то сварить? Ну-ка, отойди. Дай поварю. Увеличение здоровья, увеличение здоровья. Может, через алхимика тут что-то надо? То есть, чтобы алхимик именно был. То есть, нельзя просто так. Просто взять так и, ребят, сварить какое-то зелье. Может, какой-то, да, может, стал химика какого-то. То есть, надо именно прокачивать алхимика. Только после этого ты будешь тем, кем будешь. Ну, в принципе, я не жалею, ребят. Даже в зависимости там от навыка. Но навык, кстати говоря, неплохой. Он ядом, он отравляет, ребят. Он отравляет. Он просто можно бегать, просто не давать цели себя бить. Просто ты бегаешь вокруг цели, и цель просто умирает от яда. То есть, это очень классно. Это, ребят, очень классно. Вот, давайте сложим все, что у нас есть. Беру на суток. А что это могло тебе понадобиться? Поручек пинжал. Ах, какие славные фрукты! Такие сочные! И не надейся, Брэн Вин. Брысь! Ты мне распугаешь всех покупателей с деньгами. Ах, всего лишь яблочко Карлотта. Одно малюсенькое яблочко. Я заплачу завтра, клянусь. Ты неделю назад то же самое говорила. Не уходи слишком далеко вперед. Уходи, а то позову стражу. Нет, нет, не надо. Это ни к чему. Я ухожу. Видишь? Ухожу. Не надо стражу. Слушай, приходи завтра, ладно? Если будет что-нибудь непроданное и не совсем гнилое, я отдам. Может, кстати говоря, путь водную звезду Меридии и попробовать, ребят, сделать. Собой марой. Спасибо тебе, Карлотта. Спасибо. Слушай, мы здесь справились. Горячий, лешистый хлебушек. Прямо из печи. 138, ребят, килограмм. Ого, у нас ели лечение шестого уровня. Пятого. Аж 16 штук уже. Давайте пока их тоже будем складывать, ребят. Скрытность, стрельба, здоровье. Сопротивление бы нам надо побольше, ребят. Свежие и сочные фрукты и овощи. Так, че, я все сложил. Опять 134 килограмм. Ну, че, я уж набрал-то. Посохи, луки. Камни, кстати говоря, тоже немало весит. А, стрел на 11 килограмм у меня. А, сердечный генератор 4. Пойдемте попробуем, ребят. Надо бы, конечно, бандитов, я еще хочу поделать. То есть мы здесь сделали всех бандитов тут сделали. Здесь сделали. Я бы хотел бы в Маркарте всех бандитов сделать. Солить юги. И у нас еще остается. Данстар, да, и Морфл. Всех бандитов. Вот. Пойдемте попробуем сбегать до статуи Меридии. Она там вот сверху у нас. Пойдемте попробуем сбегать. Она задание, конечно, даст на драугров, там на магов. Там, конечно, будет жопа. У нас 500 килограмм здесь. Нам надо бы разгрузиться. У меня никак рутник доходит. Так. Нам, наверное, надо как-то по той стороне, да, заходить. Как-то нам надо с тобой по той стороне заходить. Что у нас по опыту, ребят? 96 тысяч. Хочу просто, ребят, вот хочу мастерские. Мастерские замки вкачать, посмотреть. Так, вот туда нам надо. Вот, вот туда. Мастерские замки хочу посмотреть. У нас 4 уже места есть, куда мы можем сходить с тобой. И там открыть мастерские замки. И как тебя сюда занесло? Я знаю, все говорят, чтобы мир посмотреть и себя показать. В моем случае так и есть. Только кто же знал, что увижу столько неприятных вещей. Талмарцы. И как тебя сюда занесло? Мой отец был, макеонером. Понятно. Мой отец был, да, и я буду. А потом тебе прострелят колено, как всегда. Посмотри, мой храм лежит в руинах. Таково постоянство смертных. Их искусство и их сердец. Если они не питают ко мне любви, как я могу показать им свою любовь? Это да. Кстати, слово. Я не знал, если я говорю, что здесь слово. Здесь есть какое-то... Два места каких-то. Да ебать, здесь Талмарцев. А, здесь Шталмарское посольство. У нас с ним пока нейтралитет. Чтобы с ним поругаться, что там надо сделать, ребят? Кто помнит? Чтобы с ним поругаться, по-моему, надо их по заданию пока... Блин, я не помнил. Это чье задание? Пещера Волчий череп. Так. Хорошо, пещерку мы открыли. Там вон свет справа, ребят. Куда нам надо. А здесь у нас Талмарское посольство. Я бы тоже хотел открыть. Там и камень где-то. Сразу тоже открыть. Или мы не откроем сразу? Что-то как-то далековато. Волчий череп. Воу. Воу. Сами все стреляют. А вы кто? А вы кто? У меня, кстати, знаете, как я понял, что на меня напали? У меня начало... У меня начало ауру вокруг меня крутиться. Это бандиты какие-то? Я в шоке. А, блин, я здесь сохранился? Ну охрененно просто. А, чё, тебя не учили нажимать F5? С самого рождения надо впитывать это, понимаете, с молоком матери. Потому что надо нажимать F5. F5, F5. Все. Кстати, я дремору тут так не могу сразу заслать. Кстати, уже заработала аура. А и значит, она нас кто-то видит. Какие-то долбанные бандиты меня убивают. Все, сдохни, отъеду. О, видите, она отъеду начала умирать. Ну, видите, да, ребят? Видите, только надо мансить. Нужно просто мансить, ребят, а она сдохнет. И они просто сами сдохнут, ребят. Просто надо мансить, они сдыхают сами отъеду. Прикольно, прикольно. Сохраняемся. Давайте попробуем побегать. Оп, все, они умирать начали. Приготовься к смерти. Что-то хреновенько, да, ребят? Они просто сдохли, ребят, отъеду. Я их даже пальцем не тронул. Порчий, боевой лук, кольцо хватки. Я их даже пальцем не тронул. Они просто сдохли отъеду. Это что? Это корундовое желание. Была бы серебряная, я бы подобывал. Что это за место такое? Железное убежище. Я подумывала о том, чтобы податься в бандиты, но поняла, что слишком люблю чистую одежду и свежий мед. Это да. А что я вообще сюда, ребят, пришел? Я же пришел... Это очищено? Очищено. Корундовое жил, конечно, хорошо, ребят. Давайте добудем, не знаю. Может, для чего-то пригодится. Это, ребят, конечно, все хорошо, но нам надо идти к этой, к бабенке нашей. Вот так. Даже, что самое удивительное, этот яд работает даже над веймеров. Хотя он не должен на них работать. Это ж яд. Яд же только с биологическими объектами связан. Пойдемте. Выполним задание. Попробуем выполнить задание. Что-то подобие задания, я не знаю. Там просто надо будет идти в пещеру, ребята. В пещере там жопа. Там полная жопа будет. Привет, мать. Верни мне мой знак. И, возможно, я приведу тебя к твоей судьбе. Держи. Мне не жалко, забирай. Установить пятиводную звезду. А, наверное, благословение какое-то сдаст. Там мы же... Настало время возвратить мое сияние в Скайрим. Но символ моей правды погребен в руинах моего некогда великого храма, оскверненного ныне мирской тьмой, заполонившей его. А вот там что у нас? Некромант Малкаран оскверняет мой храм нечистым колдовством, принуждая потерянные души войны служить себе. Хуже того, силу для своих преступлений он берет из моего источника. Ай-яй-яй, какой бессовестный. Тебя я избрала быть моим предвестником. Ты войдешь в храм, получишь артипах и уничтожишь осквернителя. Скажи мне про этот артефакт, похоже, у меня... Я сделаю, да. Конечно, я ведь приказала тебе. Да нет, нет, потому что я просто захотел. Теперь ступай. Нужно вернуть артефакт и уничтожить Малкарана. Она, по-моему, ну, по... Малкаран заставил ворота закрыться. Вон там, кстати, вампиры. И он повинуется моей боли. Да-да-да, она даст меч, по... Я пошлю луч света. Да-да-да. Проведи этот свет через мой храм. Да. И его двери отворятся. Да-да-да, и меня нагнут. Она даст какой-то меч, ну, в ваниле она давала меч, который бил светом и понежить там наносил большой урон. Если она нам даст такой же меч, то я думаю, мы нашей бабенке... Нашей бабенке поменяем вот этот меч. Мы с тобой дружбы, как он там, брат? Если ты так хочешь. Брат, мы ей поменяем. Мы ей поменяем на этот свет. Так, она нас ведет, да? Куда-то. Куда она нас ведет? Мать, а куда идти-то? Мать. Провести свет. Иду, веду. А провести свет-то куда? Ну, я вижу, что туда надо. А как пройти туда? Туда, наверное, как-то надо пройти, как-то по-умному. Но я слишком туп. Я пойду напрямки. Да, наверное, так как-то, да? Хотя она что-то свет не ведет. Я уже нашел сундук какой-то с экспертом. Подожди, а что здесь сразу сундук с экспертом? Надо про него тогда тоже не забыть, ребята. Ой, ну что, пойдемте. Попробуем. Молкораны всякие. В смысле? В смысле нужен ключ? А ключ, наверное, мы можем... Ключ вот здесь, наверное, да? Или что-то я, блядь, не понял. Подожди. Или нам отсюда заходить? Нужен ключ. Или я вообще не туда пошел? Или я вообще, ребят, не туда пошел? Что произошло-то? Она говорит, веди мой свет. Я говорю, хорошо. Веду. А, вот здесь вход, извините. А я уже на выход, ребят, пошел. Там выход. Я уже пошел на выход. Здесь, да, надо доедру вызывать, ребят. Без доедра мы не справимся. И вообще, я не знаю, справимся ли мы на нашем уровне. С нашей-то прокачкой. И время летсплея у нас подходит к концу. Ничего здесь, да, никогда интересного нет у них. Так, а нам туда, да? Видимо, да. Возможно, мы сейчас получим трендюлей. Древний, нордский. Ну, мы не наверное, а то сто процентов, ребят, получим трендюлей. Вопрос в том, как мы их будем получать. Мгновенно? Или все-таки мы немножко сопротивляться будем? А что нас здесь ожидает? Тихо, не кашлюй. Не кашлюй, подруга, не кашлюй. Ну, я пока ничего такого опасного здесь. Супер опасного не вижу. Хотя здесь, по-моему, уже должны быть какие-то... А, вон призывки. Оу. Тут беда прямо воздушь висит. Просто царапин. А, нет, смотри-ка, можно убить. Убиваемые. Да, убиваемые. Убиваемые, да, но сложно. Как бы, ну, как сложно. Дремору, если призвать... Кстати, они яда. Они ядом, кстати говоря, не тратят. Почему это призраки не отравляются ядом? Ну, такие как бы, да, но... Кстати говоря, можно попробовать пройти. Ой. Я застрял? Можно дремору призвать, ребят? Они убиваются. Даже я их выношу, в принципе. Может попробовать дремору призвать? Да, пошли. У тебя есть задание для тебя. Очень важно. В атаку. Ой, близок! Мой лучший друг. Хорош! Пошел, контент. Помочь бы им. Да не... Хотел помочь в итоге, жопа получилась, ребят. Кстати говоря, здесь до хрена. Там этот хрен остался. Хитрожопый стоит. Че у вас там? Все, стойте, стойте, стойте. Не паникуйте, подождите. Тут закрыто, да? Да, нужен ключ. Там четверо их. Ждем, 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 ждем. Никуда не идем. Никто пока ничего не жрет. Подсвечник. Какие-то подсвечники. Подожди, да, да, да. Сгорит он у тебя. Так, стальная стрела, череп. А где нам ключ-то брать? Нужен ключ. А, нам нужен не ключ, нам нужно нажать на этот. Так, давайте мы посмотрим. Бля, бабенка у меня дохнет. Веди меня, Неревар! Ну и, кстати, почему-то охотничьи луки. Видимо, это обычные смертные, да. Давай, пошел. Зря я не помогаю ей. Ты у меня сгоришь. Тихо, тихо, тихо. Хорош. Ну, Дремора держался сколько мог, ну, потому что отхила не было, ребят. Это, по сути, один бой, то есть за один бой мы уничтожили порядка десяти их где-то. Порядка десяти. И за один бой Дремора, в принципе, с ними справился. Но они жестковатые такие. А там тоже дверь была открыта. Там что у нас? Так. Так, подойдите, пойдемте, вернемся. Там же мы тоже что-то могли пройти. Давайте призовем Дремору, я думаю, чтобы потом не это. Обычным камнем раз, обычным камнем два. Так, сохраняемся. И ждем часик. Чтобы все, как говорится, восстановились, если они там восстанавливаются. Так. А здесь ничего, да? А, здесь. Здесь, ребят, ничего. Пошлите. Эти-то призраки, они не страшны, ребят. Вот страшны те, а тот главарь. Нам здесь вообще никто не рад. Нам здесь вообще никто не рад. Да ебать тебя в сроку. Ебать, там опять призраков. Ему бы как бы помочь, но я могу и звук, конечно, помочь. Немножко хпм-то сбивать. Охренеть он. Пошел. Ни хера их нам, блядь. Блядь, я ее убил. Или ее кто-то убил. Короче, здесь дреморы, блядь, только пробиваться, ребят. Пробиваться только дреморой. А я там вас призвал? Молодые люди, да. Давай, иди. Бабут, надо сберечь свою. Пускай пробивается, я стрелы не буду тратить. Просто будем еще сейчас дремору призывать. Веди меня, неревар. Ой, блядь, блядь. Это все, что умеешь? Я бабу свою нагнул. Ты у меня сгоришь. А где моя баба? А, все, я думал, я ее нагнул. Так, пускай работает. Сразу призываем еще одного, если что. Пошел следующий. Огонь на них хорошо действует. Ну, они жесткие, конечно, такие-то. Ну, и все, я думал, последний-то хватит. Да, ребят. Что я могу сказать, ребят? Жесткие они-то. Ну, как, они сами не жесткие сами по себе, да? Но вы поняли, к чему я. Сколько, кстати говоря, мы здесь нафармили уже? 104 тысячи. 104 тысячи. То есть, 7 тысяч мы на них здесь нафармили уже. Ну, их просто много, ребят. Они вроде бы не особо, да, сильные, но... Из того, что их много... Кстати, заметь, тут ничего нету ценного. Тут ничего нету ценного. Давайте подождем парочку часов. Чтобы ребятки все отхилились. Да, играем через дремору, ребят, получается. Получается так. Так, урна. Катограмма душ. Надеюсь, здесь что-то дернуть надо. Чтобы дверь-то открылась. Или что? Там что вообще? Там сундук. Да, действительно, дернуть надо, да. Так, ну, хрень, короче, да, косная. Ну, можно забрать, ладно. Для коллекции, так сказать. Все равно все потом продавать. Я, кстати, знаете, что забыл, ребят? Где мастерские сундуки? Вспоминаем, ребят, где мастерские сундуки. Так, один у нас мастерский сундук где был? Вот здесь вот, бальда. Ага, так, один тут. Ага, и два там, все вспомнил. Четыре мастерских сундука, да, ребят? Так. Не проси меня уносить отсюда. Кровище. Я не хочу навлечь на себя гнев мертвых. А я, как бы, тебя ни о чем не прошу. Я сам все сделаю. Ну что, балкон? Вы со мной? Сохранились. Надо было контрольный, ребят, цепь сделать. Проклятие. Вот это вид. А, подождите. Мы сохранимся так. Новое автосохранение. А, все, она пробивается, да, здесь получается. Все. То есть мы... Мы, как вначале зашли, ребят, мы сократили. Да. Эксперт. Все равно эксперт. Все равно тут еще идти, кстати говоря, далеко. Иди воюй. Иди воюй, любитель повоевать. Сколько их тут? Ну, кстати говоря, их здесь не так много. Их всего четверо. Хочешь повоевать? Иди, повои. А, нет, их больше, ребят. Их четверо, да. И еще тут десятка, два. Пошел ты в жопу от меня. Да, их тут больше, чем два. Никто не уйдет. Четыре, пять, шесть, да. Их-шесть. Ты у меня сгоришь. Нужен ключ. А че здесь только костная мука, костная мука. По мне, кстати говоря, стреляют. Великолепно. Он сдох? Че с ним? Нет, он живой. Ребят, вот, цель. Веду цель. Веду цель. Порочная тень 25 уровня. Хорош. Пошел вверх. Серебряными стрелами он стреляет? А как-то он стреляет серебряными стрелами, если он призрак, и для него, в принципе, смертельно... Ну, серебряные стрелы – это смертельная вещь. Он как-то стреляет ими. Я сожру твое сердце! Сейчас, подожди. Так, нужен... Да, сейчас, подожди. Веди меня, Неревар! Подожди. Я сожру твое сердце! Ай! Ты у меня сгорел! А так и воюем, ребят. Давай, херач. Жалко, я не вижу его ХП, конечно. Чтобы оценивать полностью ситуацию. О! Чтобы полностью оценивать, ребят, ситуацию. А где бабенка? Я чувствую взгляды рассерженных духов. Да-да-да. Нам здесь не рады. Погребально здесь не хрена, ребят. Ничего нет в этих погребальных. Идем дальше. Да хренище! Призраков уже убили, ребят. Просто. Ой, блядь. Извините. 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 Я думаю, это дверь какую-то открывается. Но это на самом деле ничего не открывает. Это убивает, ребят. Так. Да чё я взял не то? Книга навыков. Ну, можно взять. Ну, ладно. Пускай будет. Так, я слышу скелетонов, ребят. Странно думать, что в этих чертогах когда-то жили древние норды. Да, очень странно. Но мы идем, ребят. Серию надо закончить. Серия длинная. Иди воюй. Там их человек 300, как ты любишь. Заходи. Сходи, сходи. Вон, смотри, цели какие. Тебе нравятся они? Иди разберись. О, хорош пошел. Он чё, помер? Он, видимо, помер. Это неожиданно было. Так, главное, чтобы эта баба моя жила. Остальное всё нормально. Всё нормально. Живи, живи. Давай, давай, раздел его. Хорош. Блин, сколько мы их здесь зафармили. Ребят, даже если мы не сможем главаря одолеть, мы очень с тобой много опыта уже нафармили. То есть мы нафармили где-то 13 тысяч опыта. Это немало. Это немало, ребят, 13 тысяч опыта. Так, я понимаю, здесь опять же смотреть нечего, да? В этих. Так, а нам, получается, туда, да? Или чё? Или чё? Так. А, и нам надо туда. Ага, понял. Там, 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 там. Так, роза. С Сибитова, давайте. Обычный, да, вот так вот. Чтобы три вызова Дримора у меня было, ребят. Так, ждём часик, чтобы все отхилились. Так, а он туда, да, ходил? То есть здесь ничего нету, да? Может, конечно, здесь что-то и было, но... Нет. Так, ладно. Идём, ребятушки, сюда. Блин, я не знаю, вот представьте, я бы один пошёл. Кинжальщик. Я бы пошёл сюда один, ребят. Без напарника, без Дримора, ребят. Чё бы было со мной, как вы думаете? Я бы на первых бы призраках бы уже всё сдох. Я бы, ребят, на первых бы этих уже бы сдох. Всё. Быстро их спустил к себе. Тп-нул, тп-нул, ребят. Так, давайте сохранимся. Контрольный сейф, я думаю, сделаем. Ах, это где этот-то, господи, где нам ву... А, он всё уже. Уже всё, уже здесь, ребят. Посмотрим, насколько он сильный. Немногие рискнули бы проникнуть. Сохраняемся вот здесь, да, он получается. Да. Прям контрольный сейф делаем, ребят. Давайте на здесь, ага. Ну что, ребят? Ты компенсируешь храбрость. Поехали. Мудрость компенсирую храбростью. Вот за этой дверь, голова. Тут беда прямо в воздухе висит. Двери сами открылись, кстати, я не просил. Мне страшно, ребят, честно. А где Дермора? Пошли. М-м-м, вон он. Всё, говоря, неплохо я ему снял. Тысячу. Сука. Практически, ребят, вы видели? Вы видели? Практически. Так, а у нас есть какой-нибудь яд? Который можно нанести прям хороший яд. У меня вот это, это говно. Пять единиц здоровья, да? Паралич можно ему долбануть. Вытягивает 30 противников в течение... Ага. Сопротивление холду надо, кстати, выпить тогда, сейчас. Он холодом хреначит, да? Сопротивление холду... А, сопротивление холду вот так вот. Так, сохраняемся. Сопротивление холду, амулет. Сопротивление холду мы выпьем сейчас зельку. Регенерация здоровья на 100 быстрее в течение 30 секунд. Выпьем. Экстракт лотоса. Так, давайте пьем магию, короче. Ой, магию эту. Да какая магия? Пьем магию. Сопротивление холду, да, нам надо, получается? Можно вот это выпить. Мастерство дальнего боя увеличивается. Сопротивление холду. И... Сопротивление холду, подожди, что я хотел еще... Регенерация здоровья. Так, регенерация здоровья. Стрельба, давайте. Регенерация здоровья. Стрельба. И сопротивление холду. Не знаю, это все будет совместно работать или нет. Но я сомневаюсь. Блядь. Да, 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 ты поконишь. Он пройти не может. Он не может, ребят, пройти. Ты у меня сгорешь. Ладно, я сдаюсь, я сдаюсь. Отходим. А, блядь, нужен ключ охуенно. Не, с первого раза, ребят, лучше как-то получилось эту, как его дать, кровоток. А, у меня там сейчас работает это, да. Пять минут, ребят. Регенерация здоровья, это все работает. Ой, так. Ну, его можно, можно забрать. Ой, близок! Достань, блядь. Да. У него еще и электричество, у нее и магия холды, магия эта. Можно попробовать с клинков, ребят. И входим с клинков. Да, блядь, да беги, нахуй. Блядь, я его забрал. Семь тысяч. Малкаран, я его забрал, ребят. Семь тысяч. И к того. Сука. Все полетели, блядь. Полетели, ребят, все. А что это за баг? Я чую славу. Не стоило сюда приходить. Блядь, да что ты будешь делать, нахуй. Надо, в общем, задача какая, ребят? Быстро забрать его. Его можно забрать. Его нужно быстро забрать. И... Давайте вытащим... Посох на... Восьмерку, ребят. И посох надо будет быстро как-то вытащить. Они как-то уже по-другому стоят все. Почему я не пробиваю-то его? Я его почему-то не пробиваю. Первый раз я его пробивал. Блядь. Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та- нет римор еще на его стороне как сражается блин но я же с первого раза забрал его вы видели и сейчас какая сайт на нем это магическая висит сейчас я уже не могу пробить просто да просто царапина так мой драмора держится пока блять а я уже нет мой драмора пока держался но я уже нет ребят вы знаете что сделать можно можно заслать прям драмору прям туда хуй на а то где вот это неплохой ребят план ребят вот это неплохой план заслать драмору туда прям блять у меня почему-то бьет не так как он должен пить что-то подожди блять а как он так быстро сместился сюда он просто убежал да оттуда блять я его опять убил и но меня забрали нам главное его забрать он самый здесь сильный козел блять беги беги блять беги спасайся нахуй живи живем 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 пока живем 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 пока пока живем зашли давай помоги и там давай 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 ты можешь там двое осталось трое давай 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 я еще сейчас качну давай 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 похуй денег дохуя главное пройти пошел 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 ко мне есть ко мне есть ко мне есть еще минус один тень а там чуть тенет ебаная его хорош драмора против тени ребят хорош 123 тысячи отступник повержен снимите я не развертый не стал носить отсюда сокровищ ооооо ребят я не хочу навлечь на себя гнев мертвых оооо велики только оставить слан потом красавчик ты мамой просто красавчик оооо ребят есть пнеон ребят ну вы сами все знаете да если пнеон это конечно да остатки призок еще нельзя досмотреть нельзя если бы не он у молока и этого молока на мы сняли сами то есть мы зашли к нему в спину сохранится кольцо колдовства заклинанием колдовства расход на 20 процентов меньше а посмотрите какая у него мантия да он говно одет но он сильный но у него говно то мне же тем предназначение предназначение томана доподлинно неизвестно однако в нем скорее всего заключен секрет того как стать личем а это кстати говоря как можно стать личем мы тоже можем стать личем ребят да мы тоже можем стать личем у нас теперь есть то что есть есть то что есть ребят ну он вообще бомж что это за сферу блять сфер что-то отсюда выходил так что то есть какие-то ресурсы ну чё я думаю можно и в принципе на алдуина если мы здесь справились можно на алдуин ныть с дреморой ты блин ребят так а чё никаких сундуков да здесь нету а тень там а где грохнули ладно тень наверное она нет да она не естественный объект выполнена забрать сияние рассвета вот это пироги молкаран мертв до мертвые скайрима обретут покой все так как должно быть благодаря тебе занимается новый день и ты станешь его глашатаем да возьми сияние рассвета и с ним выжигай злодейство в темных уголках мира владей им от моего имени и мое влияние вырастет я сохранил меч но что касается распространения веры найди кого-нибудь другого да я использую эту меч чтобы прославить тебя пусть свет уверенности ведет тебя спасибо адепт солнечный ожог что-то выучено чудо но так она мне не меч она мне адепт солнечный ожог дала смысле она мне адепт а не сияние раз я думал она мне только книжку дала типа адепт заклинатель состоит солнечный взрыв который наносит ниже 75 единиц урона солнечного урона обладая священной мощью заклинатель способен наносить 37 единиц урона праведным огнем всем прочим агрессивным существ вот еще интересно вот ребят сияние рассвета легендарный меч созданный меридии богиней света и порядка переполненный мощью света он освещает путь и сжигает нежить праведным огнем что это за праведный огонь давайте посмотрим а дедра мора а бездомная собака мертвы кто ее убил то убил бездомную собаку так подождите а чё у нас по этому так сияние рассвета служитель кинорета у нас никаким служителем не сделала кстати знак леди ладно так сияние рассвет наносит 20 единиц урона святым огнем нежити в течение 5 секунд 10 процентный шанс нанести 250 единиц урона святым огнем по всей нежити вокруг 5 процентный шанс нанести 500 единиц урона святым огнем нежити замедляет скорость передвижения нежити вплоть до 60 уровня то есть по нежити он бьет очень ребят хорошо а если мы тебе его если ты так хочешь если мы тебе его дадим ты будешь его использовать он же крутой нет ты не будешь его использовать сияние рассвета она конечно будет абонитовый топор лучше до использовать электричеством бьет брата наверно можно у нее забрать я думаю так ладно где дайдру там пошли потеряли алё я не хочу перепрызывать ты перепрызывать где-то там он где-то там мы где-то его там забыли так сколько нас найти опыт это ребят 123 тысяч красавец мой ты где о пошли его ты не тп хнули его забыли а что это все нормально ребят так все мы выполнили статую да да здесь мы найти ассасин из прошлого тоже надо сделать ребят так мы с тобой заканчиваем на этом серию серия получилась длинная кстати говоря не за сколько нам получилось учет там час наверное опять с тобой увидим следующей серии мы обязательно куда нибудь сходим я думаю мне можно уже по булундурумом вот этим вот всяким лазить то есть туда уже ходить потому что ну ты видишь до чем мы творим как бы в принципе шансы победить есть опять там все скопились около моей этой ну-ка отойди если хочешь чего прикупить а мы священный меч можем разобрать и внутри еще побольше поручий боевой молот разбираем корундовая руда древний нордский боевой топором давай разберем серебряные сливки вся фигня мы можем его заточить мечта уйди пожалуйста спасибо так бритвами рунуса 184 почему-то говоря урон так порезался 112 уходи слишком далеко вперед а у меня там это да потому что я снял понятно как в сияние 90 200 ни хрена себе серебряный слив 200 ребят до 200 можно его точнуть так во первых нам надо поменять по моему это выставили до сопротивление вот так до 200 можем точнуть а где до эдра его не пустили что а где до эдра да ебать он там что ли остался он там что ли остался до эдра ты где он наверно остался там да не понял или в город не пускают для дело сухо он опять здесь и где он вот и но пошли идем ваннер туда тип у него мозги да не прописано пройти ну вот сюда давай переместимся вот и теперь в город или в город тебя не пускают просто я чуть не знаю я чуть не понял ребята я в город что не пускают говорят рожи не вышел город тебя не пустим надо и увидим ворки пускать рожа не вышел горит страшный горит и пустим так серебряный слиток ребят да я помню я помню ребят ой ну конечно битва была смачная да ребят скажите ну как смачная чужими руками кто-то скажет но хочу поделать по-другому я бы не справился ребят честно я бы наверное не справился ну по крайней мере не на таком уровне серебряная руда серебряный слитка у нас есть один кстати серебряная руда да у нас еще пойдемте точнем и да заберем ей на поглощение здоровья возьмем ей поглощение император мертв темные времена настали так а почему я не могу точить блин ну 228 урон конечно смачно ребят понежить это можно все и просто можно этот меч отдать она просто по всем драугры с кем этим будем ходить и она просто все будет вычищать ребят просто все будет вычищать 228 хотя и сейчас можно дать но он урона слишком мало дает и что же тебе по если ты так хочешь но с там того что там шансы всякие есть да ибо нитку ей оставить надо есть стрел дать не знаю прям даже ребят не знаю тогда виде виду а сорчи нет дождите какие урчи мне нужны эти если хочешь чего-то нет у меня есть я не говорю что я клинки шлемы практически все необходимые стрелы корундовый стальной железной стальная да а у кого я стал орочи стрелку купол ребят кто помнит если что понадобится загляни я же у кого-то орочи стрелку упал и правда не помню кого у меня для всех найдет тебе что-то ну погляди гляжу блин а кожи я покупал приятно иметь с тобой дело господи напугал меня думал всеми пустили все-таки просмотрели рожит твою не такая страшная пустили летит были на всех парах я чуть не усрался у этих фруктов и овощей какой-то дай мне знать все погляди две мирская стрела оркские стрелы вот у него оркские стрелы до забираем все у него глиняная миска всякие туда у него а есть чем серебряная каменный карьерный камень серебряная руда забираем след крутутный а черепа всякие стекла пещерные тем заходи еще ладно мы в принципе купились 139 килограмм меч наверное пока выложим меч я даже не знаю ребят что под мечта надо точить именно к чему этот меч относится легендарное снаряжение может позволяет улучшать практически любые артефакты возможно это легендарная ребят артефакта легендарный возможно навряд ли этой банит с чего он сделал навряд ли это нордские доедрическая это может быть еще доедрический доспех возможно в общем все равно получается кузнечку надо качать тоже в стоп но вообще меч очень крутой если уточнуть то есть понежить и найдешь пара лишних сэптих свежие сочные ну да можно ей конечно дать наш там урон хороший понежить и что привело тебя ну ладно давайте пока положим давайте ребят пока положим потому что я не знаю когда мы понежить и пойдем понежить и пойдем можно будет попробовать дать ей пускай похреначки светильщий азура кстати говоря тоже можно бы сходить с артал всякий да вот ребят следующей серии пойдем наверно с вами немножечко наверно походим по а здесь где-то гора красного орла есть ребят вот здесь по моему где-то и там есть какой-то охрененный лук говорят а кстати чё я туплю пока не забыл ребят надо закупиться а у нее закупаются посмотри что у меня есть вид у тебя бледнова погляди или не у тебя не у тебя ингредиент дожди если потребуется лекарство нам к этому нам к болит хору посмотри что у меня и готовы кто-то зовет мой товар мусором билет у меня это сокровище а нет у него нет к магам надо запомнить это надо ребят к магам это надо к магам и теперь обитаешь среди звезд ну я пока буду ребят знаете под ауры ходить этого перед перегвея перимея какой в принципе неплохая вещь потом конечно можно взять боятью опять чтобы увеличить урон это было бы неплохо чтобы увеличить урон взять в боите навык поэти ты в драконьем пределе чтобы поболтать погляди погляди гляжу маленький 25 штук но не как в принципе как обычный восстанавливают только их больше надо блин дорогущие ну чё делать 10 тысяч ребят но мы зато опыт благодаря ним им фармим да ребят помни твой разум твое самое сильное оружие да мой разум самый сильный оружие эдра эдра мора которого мы можем призывать до эндрического принца все ребят здесь прямо остановимся увидимся с вами уже в следующей серии там продолжим всем до встречи всем пока